Здравствуйте, мои дорогие друзья! Меня зовут Анна Михайловна, и сегодня я хотела бы вам прочитать стихотворение, которое написал Смыл Яковлевич Маршак, а называется оно. Смотрите. Приключение дороги. Вот такая вот сегодня увлекательная у нас книга с вами. А вы любите путешествовать? Кто-то, наверное, любит путешествовать поездом, да. Может быть, кто-то любит летать на самолете, а кто-то, может, любит плавать на теплоходах или даже на автобусе. Можно тоже путешествовать, так что путешествовать можно даже и пешком, представляете? Но наше сегодняшнее путешествие начинается с вот этого грузовика. И куда же он поедет? И куда везет шофер наших героев? Бабушку, маму, двух братьев и рыжего кота. Готовы узнать? Тогда садитесь. Удобнее я буду читать и показывать вам иллюстрации. По мостовой, взметая пыль, шел грозовой автомобиль. На нем катились дети Сережка с братом Петей. А рядом, охраняя кладь, сидела бабушка и мать. Смотрели пассажиры на темный лес вдали. Из городской квартиры на дачу их везли. На дачу, на дачу, пыхтя вздымая пыль, по мостовой горячей бежал автомобиль. Вот, посмотрите. Вот на таком грузовом автомобиле перевозили наших пассажиров. И заодно везли ручную кладь. Это разные вещи, видите? Цветок, который может засохнуть без полива в квартире. Видите? И много еще чего интересного. Ворчала бабушка сквозь все, стараясь быть построже. Испортишь, Петя, патифон. Оставь кота, Сережа. В большей корзинке кот сидел, подушками обложенный. И подозрительно глядел на пруд в руке Сережи. Был этот кот мохнат и рыжий. Не из простого рода. Последний раз поймал он мышь. Кому назад? Три кода. Смотрите, какой рыжий кот. Увидели, да? Ну, иногда скучно ехать без дела. И вот у Сережи в руках пруд, а патифон музыку раньше слушали патифона. Смотрите, что произошло дальше. Но тут, тревоженный прудом, он вылез из корзинки. Скочил на стол, махнул хвостом и прыг за борт в машинке. Никто никак не ожидал, что он займется спортом. Сережа первый увидал и крикнул. Кот за бортом! Вы представляете, кот, пока самосвал ехал, решил забежать. И Петя закричал. Посидите, да? Кот за бортом! Скричала бабушка. Шофер! Шофер объехал лужу. Спокойно выключил мотор и выглянул наружу. Сейчас же бабушка и мать, и Петя, и Сережа кота отправились искать. Шофер поплелся тоже. Кота не видели? Спросил прохожего Сережи. В Москву поехал. Пробосил внушительно прохожий. Играли школьники в футбол. Один, мигнув лукаво, сказал. Налево кот пошел. Другой сказал. Направо. Вы видите, сколько летит? Столько и... Ни-ни, да? Вот так вот. Интересно, а куда кот-то убежал и зачем? Ему же, наверное, было удобно ехать в корзинки. Пробрался в пригородный сад сквозь изгородь Сережа. Там на сосну он бросил взгляд. И увидал, кого же. Сидел на ветке рыжий кот. Он слушал щебет птичей. И ждал, чтоб в когсти попадет когда-нибудь добыча. Позвал Сережа. Кис-кис-кис. Но кот слезать не думал. Еще повыше он полез. Соседних птиц тревожил. Видите, как высоко забрался кот. И бедных птичек потревожил. А Петя думал. Кот исчез. Теперь исчез Сережа. Пойду попробую найти. Пошел искать он брата. Бредет, видит. По пути крадется кот мохнатый. Погнался Петя за котом. Да опоздал немножко. Пушистый кот соседний дно. Шмыгнул через окошко. Остался Петя у крыльца. И сел на пень устало. Решив дождаться беглеца, во что бы то ни стало. Смотрите, как он сел на пенек. И, как вы видите, уставший и грустный. Потому что он очень хотел поймать кота. А кот что сделал? Ну, бежал. Шоферу жалуется мать. Ну вот, пропал Сережа. А Петя стал его искать. И потерялся тоже. Пошел на поиски шофер. Пошел в ворота дома. И незначай попал во двор. И жил старик знакомый. Старик траву в саду косил. И весь дрожал от кашля. Шофер и шепотом спросил. Вот этот кот не ваш ли? Шофер глядит. Мохнатый кот. Сидит на горке, будто ждет. И чинно лижет лапу. Должно быть наш, сказал шофер. И вдруг сбежал на косогор. Схватил кота по хапку. Чтоб кот уже наверняка что сделал? Не убежал. Да, ребят? По мостовой шофер идет. А вот идет Сережа. И у одного под мышкой кот. И у другого тоже. Выходит Петя. Из ворот. Бежит к машине прямо. В руках у Петя третий кот. Кота несет и мама. Седая бабушка и та несет под мышкой у кота. Хороший кот. Пушистый кот. Но, к сожалению, не тот. А тот сидит в казине. На грузовой машине. Он прогулялся по дворам. На завтрак сел лягушку. И поспешил вернуться сам. На мягкой подушке. Вы посмотрите, какие разные коты. Но очень похожи на того, который был у них. Да, ребят? По мостовой, взметая пыль, шел грузовой автомобиль. Смотрите. И все коты обратно убежали. Видите? А сколько в итоге получилось-то котов? Вы посчитали? У Сережи, да? Кот. У Пети кот. У шофера. У мамы. У бабушки. И еще их же кот. Значит, всего котов получилось шесть. Вы представляете историю про шесть рыжих котов? Вот такая вот история. В конце, видите, нарисовали. Вот он. Тоже сидит. Рыжий кот. Который решил путешествовать. Вот так вот. Ну что? Надеюсь, вам понравилась история. Всего вам доброго. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok